Жильцов четырех квартир с трудом выселяют из аварийного дома в Сызрани. Одни граждане ведут асоциальный образ жизни, другие умерли, а некоторые не могут найти документы на жилье. В результате острый вопрос дошел до Сызранской думы. На расширенном заседании сразу трех комитетов по бюджету, земле и инфраструктуре депутаты запросили подробных разъяснений по жильцам, которые могут сорвать годовой план переселения. Представители городской администрации заверили, что в декабре проблема четырех квартир будет решена, в том числе через суд. А всего до конца 2020 года закончат расселение 129 квартир. 240 человек уже получили новое жилье. Необходимое количество квартир приобрели еще до августа. Но председатель думы Сергей Прокофьев обратил внимание, что не все квартиры новые. Некоторые из них приобретают на вторичном рынке. Не должно получиться так, чтобы человек из ветхого жилья переехал в старое. Специалисты опасения развеяли. Критерии по выбору квартир достаточно строгие. К тому же в следующем году должны сдать новостройки в трех районах Сызрани. Идет застройка и в районе стандартных домов, и улица 2-я студенческая, и по 50 лет октября. Есть заделы и на будущее, и на 2022-2023 год. И я же сказал, что ведется работа при лечении новых инвесторов, которые готовы строить. Программа переселения продлится до 2025 года. Сейчас расселяются дома в городских поселках Новокашперский и Постоянный, а также в центре Сызрани. Их признали аварийными еще в 2012 году. Новые квартиры предоставляют на улицах Октябрьская, Ульяновская, Жуковского, Красноуральская и прочих. Депутаты решили от застройщика получить весь план благоустройства, а у администрации запросили расчеты стоимости жилья, приобретаемого для переселенцев. Методика недавно поменялась. Анатолий Волошинский, Вести детально.